Задачи же, составляющие сущность социалистического переворота, и в смысле экономическом, и в смысле политическом, были от нас отодвинуты. Мы к ним не имели возможности приступить надлежащим образом. В 83-м году вы получили государственную премию Советского Союза за эту роль. Тут уже, наверное, все было ясно? Было приятно. Мы же 9 лет выиграли. До 91-го года. До 91-го года, по-моему. Полный зал. Принимали причем, знаете, как левый, так и правый этот спектакль. Но я понимаю, почему принимали. Потому что, ну, хоть единственный какой-то глоток свободы. Человек живой, что человек орет, что человек недоволен, что человека предали. В этой роли я очень многое узнал, честно говоря. Я, вот вы правильно говорите, политинформация моя. Он говорит, что сам себе завидует. И в кино, и в театре ему невероятно везло с ролями. От разобранной на цитаты тетушки Чарли из Бразилии до чеховского Платонова из неоконченной пьесы для механического пианино. Председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель театра Этсетера, актер и режиссер Александр Калягин, герой нашей сегодняшней программы, художник и власть. Александр Александрович, вы помните 11 марта 1982 года, если я не прав, вы меня поправите, когда это было, когда вы выходили на сцену, вам плодировал весь зал, вам плодировал Брежнев, и вы были лучшим Лениным Советского Союза. Вот вы можете вспомнить сейчас те ощущения, что вы испытывали? Дело в том, что такой многострадальный путь был этого спектакля, что и так он много прошел, этот спектакль, но те, кто знает историю художественного театра, именно вот создание этого спектакля, они очень хорошо помнят, что это такое было. Мы репетировали пьесу, ее долго запрещали, это был институт марксизма-ленинизма, присылал уйму всяких замечаний, и эти замечания, они учитывались Шатровым и Ефремовым, не учитывались, не в этом дело. Ну, конечно, большая часть учитывались, что-то менялось, но все равно основное, главное оставалось, что вот Ленин на пороге смерти за буквально несколько минут, ну, смысл так, в двух словах, сюжет на пороге смерти, в нескольких секундах, минутах, перед тем, как отойти в мир иной, он вдруг в вспышке сознания проходит весь свой путь, свои ошибки, свои победы, свои потери, свои несчастья, то, что он сделал, то, что не успел сделать. И все это было пронизано таким еще политическим текстом. Пьеса была примерно 84 страницы, 80 страниц, это произносил Ленин, и монологи политические. Когда я говорю монологи, это не в привычном смысле, там, монолог Островска, из пьесы Островска, это политический текст, там, Брестский мир, Крестьянский съезд, НЭП. Короче говоря... То есть это документальный текст? Да, абсолютно документальный, да. Год мы репетировали, уже по Москве поползли слухи, что это необычно. Утверждение мое на роль Ленина было тоже своеобразным. Это тоже отдельная история. А что было выдвижение? Ну, давайте тогда... Эта история заслуживает отдельного рассказа. Пожалуйста, да. Кто вас выдвинул? Вы сами себя предложили. Нет. Как потом проходило утверждение? Я не предлагал себя. Дело было очень, так сказать... Ну, действительно, было очень просто все. Я вообще снимался. Одна роль, другая роль в кино. В театре я был очень хорошо занят. Живой труп, Тортюф. Все это мы ниже подписавшиеся. Все было прекрасно. Ну, и вдруг, значит, идет по театру слух, что будет пьеса к... Не помню, какому-то съезду. К какой-то дате. Ну, тогда все делалось к дате. И... Ну, я с облегчением вздохнул, что я, по крайней мере, несколько месяцев буду свободен. И... Подхожу к доске. Распределение. Уже было написано распределение ролей. И написано, Ленин, прочерк. Дальше идут... С обнарком весь распределенный уже и так далее, и там подобное. И по театру идут слухи. Значит, вот Женя Встигниев хочет сыграть. Вот Андрюша Мехкова, может быть, будут пробовать. Он же когда-то играл молодого Ленина, Андрей Мехков. Может быть, сыграет известный актер такой Засухин, который в Куйбышевском театре играл Ленина. Ну, слухи и слухи. Меня это абсолютно не касалось. И... Однажды ко мне подходит Миша Шатров. С которым мы, честно говоря, были мало знакомы. Ну, так сказать, шапошно. И подходит и говорит... Я смотрел фильм «Допрос». Вот мне бы хотелось, чтобы вот ты сыграла Ленина. Я так дернулся. В Компартии я не состоял, никаких партиях не состоял. Надо тоже понять, что я из-за репрессированной семьи. У меня родной дядя был репрессирован в семье. Ну, как бы об этом говорилось тихо. Когда я входил, маленький Алечка входил, и собирались все родственники. И сразу все замолкали, переводили разговор на другую тему. Обсуждались какие-то, явно, какие-то очень острые темы. Моя мама знала пять языков. Всегда засыпала с транзистором. Ну, так как она знает все языки. Поэтому глушение, там, я не знаю, «Голос Америки» или «Радио Свобода» для нее не проблема. Она выходила на какую-то такую истинную волну с английским языком или с немецким языком. Ну, и так далее, и там подобное. Начинает меня уговаривать Миша Шатров. Начинает подключаться к этому уговору Анатолий Миронович Смельянский. Но у вас все-таки первое ощущение, когда вам предложили... Мне было смешно. Первое, то есть... Мне было смешно и испортно. Отношения к Ленину в тот момент... Понимаю. ...в интернему никакое было. Сейчас объясню. Сейчас я по отношению к роли. Значит, я знал, что актеры, которые играют в роль Ленина, они, как правило, сразу входят в такое клише положительных героев. Уже после этого, там, Свидригайлову, условно говоря, сыграть невозможно. Или еще какую-нибудь, там, Кикимору сыграть невозможно. Даже в детской сказке, Шутяе. Это невозможно. Я понимал, что и на моих глазах-то люди, некоторые, вот, играя в роль Ленина, они как-то превращались в каких-то таких, знаете, носителей правды. Ну, что после этого можно еще, если ты сразу идешь вот по этой... В эту роль входишь, и уже она тебе... Это мое мнение было. Потом я себе сказал, ну, какой из меня Ленин? Честно говоря, мне нравился только один исполнитель, Шукин. Вот, и я в свое время, так сказать, поступая в Шукинское училище, вот, дурачился, вот так, сяк, что-то картавил. Но это было не все играшки, это было все, так, знаете, перед зеркалом. А когда начали уговоры, я просто смеялся, я говорю, да это быть не... Это я не смогу. Потом, знаете, сразу актерская... Такой инстинкт выдает, а за что хватиться? Это было сыграно, это было... Жилетные позы все были сыграны. Рука сюда, ну, картавость. А чего там нового? Пьесы еще не читал ли? Пошли уговоры. Потом Ефрем вызвал меня и сказал, что... Я хочу, чтобы ты попробовал.